подговорил то что рядом сидит авиэль который считает что это хорошо нет написано что корень всех зол да сребролюбие просто смотрите я вижу следующее что если все-таки особенно последнее время я верю что господь прям акцентирует мое внимание если вопрос призвания стоит на первом месте в господи то уже там финансовые ресурсы какие-то человеческие ресурсы какой-то успех и так далее это все вторично и оно должно служить этому если вопрос денег ради денег то есть написание четко нам говорит о том чтобы мы не стремились к богатству мы не должны стремиться и делать богатство своей целью вот смотри что но все так говорят все все говорят выходит мы не должны стремиться к богатству мы не должны стремиться к тому всему но мы должны ставить цели проповедовать евангелие распространять по всему миру а поэтому нам нужны финансы для этого существа не соберем да и мы собираем и направляем чтобы продвигать финансы продвигать и я считаю что да опять же писание нам говорит мы это всего не вспоминали что за все как это мальчик да отвечает серебро поэтому в любом случае финансовые ресурсы нам конечно нужны но просто получается так что когда мы работаем мы зарабатываем мы определенные там ресурсы тратим на обеспечение своей семьи чтобы нам было где жить что есть что одеть и так далее и есть часть ресурсов которые мы можем если мы являемся как сказать управителями да и поставлены господом именно для того чтобы эти финансы служили для распространения царства божьего чтобы реально люди могли не заботиться например не идти работать а посвятить свое время как раз служению проповеди евангелие так далее и были эффективны в этом но это опять же помощь этих людей состоятся другим в том призвание который бог имеет для каждого из них одни призваны к тому чтобы высвобождать ресурсы другие для того чтобы употребить правильно эти ресурсы для служения людям которые еще не знают божьего слова и соответственно нуждаются распределить как например апостолы первой церкви они большая часть из них не выезжали за пределы израиля до некоторого времени и они распределяли ресурсы которые поступали которые приносили к ногам и они распределяли между общиной и написано никто не имел в чем ни в чем нужду там все у всех было общее только потом возникли какие-то нуждающиеся который павел по всему миру собирал деньги и привозил в иерусалим смотри времена меняются и сегодня тоже как бы мы упал доллар психанул на самом деле и сегодня то же самое происходит смотрите что происходило даже во времена изекий до языке обогатил царство израиля достаточно хорошо в отличие от других царей которые разоряли царство израиля но на какой-то момент он забыл о том кому все это принадлежит он обогатил царство настолько что кладовая храма была просто переполнена богатствами и он взял и привел туда послов показать да но что посты то понимали что это богатство то все царское и бог написано отошел от него чтобы посмотреть что на сердце у него и выяснилось что выясняется что оказывается бог на самом деле к дает нам богатство которым мы должны распоряжаться правильно он хочет понять наше сердце а не прикипели мы к этому богатство сами да и почему вот игорь что я говорю что серебролюбие это хорошо сребролюбие на самом деле это я напоминаю что библейский термин сребролюбие это любовь к деньгам а не любовь к серебру и сребролюбие это когда мы умеем ценить правильно распределять правильно распоряжаться правильно богатством как чужим так и своим это значит нужно любить это делать Потому что если мы будем говорить, а, деньги, а, я не знаю, не хочу я к ним иметь никакого дела, я не хочу вообще к деньгам прикасаться и так далее, ну не хочешь, так не получишь. Если ты хочешь действительно иметь какое-то обеспечение в жизни, должен уметь считать и свои, и чужие деньги. И я знаю людей, которые умеют хорошо считать свои деньги, но не умеют считать чужие. Есть люди, которые умеют хорошо считать чужие деньги, но не умеют считать свои. Баланс должен быть между тем и этим. Это Божья мудрость, которую нужно просить. Нужно просить ее и получить ее. И Бог дает ее. Да, конечно, только Бог дает, больше никто. Но если просим, не сомневаясь, да? Если не сомневаясь, просим, когда дает. Как волна, да, как волна. Хорошо, у вас есть рекомендации, как можно избежать серебролюбия и любостяжательства, и есть какие-то рекомендации? Как избежать серебролюбия? Ну, то есть вы говорите, что да, конечно, мы должны использовать для развития царства и все остальное, и как не прикипеть. У меня есть. Я, например, чем я руководствуюсь? Если есть видение на какую-то большую цель, которую Господь именно положил вам в сердце... То есть ты успокаиваешь себя тем, что главное иметь видение. Знаешь, как когда-то Ленин говорил, все, что служит идеям коммунизма, все морально. Главное, чтобы в церкви не было так. То есть вопрос в том, что если, ну, например, вот если у нас есть, я не знаю, видение от Господа, насадить новую церковь, да? Соответственно, нам нужно, чтобы было помещение, служители там и так далее. Если это отзывается у меня в сердце, если это отзывается у других... Это как бы вот нас Господь побуждает к этому, дальше мы, соответственно, какие-то ставим финансовые цели и достигаем их. Понятно, что это не подразумевает, что мы должны любым способом это достичь. Но если Господь это вкладывает в сердце, то Он, соответственно, и усматривает, и обеспечивает в свое время. Понятная мысль, да, что ты скажешь? На самом деле нужно видеть просто проявление славы Божьей и расположение Божьего во всем предприятии, в любом предприятии, что бы ни начиналось. Иногда берешься за дело и думаешь, там, голова пухнет просто, с чего начать, да? Но Бог устраивает все так, что все происходит в свое время. Находятся финансы, находятся ресурсы, находятся люди, находятся сердца, которые приходят и просто помогают даже, ну, пусть даже не деньгами, а направляют на каких-то других людей. И нужно просто видеть это, замечать, молиться и благодарить Бога за это, потому что, на самом деле, мы иногда думаем, что многие вещи происходят само собой разумеющимся образом. Это не так. И Бог высвобождает какие-то финансы, какие-то ресурсы. Нужно просто уметь замечать, что Бог высвобождает, и иногда нам хочется денег, а Бог дает возможность их получить. Иногда нам хочется каких-то, там, не знаю, машину, да? А Бог не дает машину, Бог дает какие-то там вещи, с помощью которых ты можешь ее привлечь к себе, например, на служение. Там высвобождает какие-то новые акции в магазинах, благодаря которым ты можешь их приобрести. Нужно просто углядывать. Вот как Иисус говорит, что мы замечаем какие-то вещи в природе, что вот смокомница вот-вот даст плод, или там пшеница вот-вот созреет. А в Царстве Божьем не замечаем, мы должны это угадывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова